Это итоговая программа Здорового Человека. Я Евгений Симкин. Здравствуйте. В центре внимания прямо сейчас. Регионы снимают ограничения. В Мордовии продолжает действовать система QR-кодов. Ежедневная официальная заболеваемость чуть снизилась. Россия замерла в ожидании. Омикрон штамма. Новости пандемии за последние 7 дней в нашем обзоре. Невольная борьба. Главный тренер сборной Мордовии подзюдо в центре скандала он устроил драку в саранском ресторане. Серго Бадриашвили и раньше показывал крутой нрав. В России тем временем хотят запретить журналистам называть национальность преступников. С толстой сумкой на ремне. Жители шести сел Лямбельского района не получают почту, потому что никто не хочет работать в отделении связи. Почему последний почтальон коммунара много лет терпела нищенскую зарплату и невыносимые условия труда? И где она нашла лучшую жизнь? Закат империи Равили Зиганшина. Строитель Мордовия. Арены вот-вот потеряет все, что нажито за последние годы. Строительного магната из Татарстана обложили судебными исками на 5 миллиардов рублей. История взлета и падения в изложении нашей программы. Планета сошла с ума. Рекордное тепло в начале зимы, небывалые декабрьские дожди и ураган в Темникове, последствия которого невозможно быстро устранить без бюрократических проволочек. Как климат и особенности документа оборота испортили жизнь старейшего города Мордовии? И настанет ли вообще зима в этом году? Ответы совсем скоро. Память большой страны. 80 лет назад началась стройка сурского рубежа. Воспоминания очевидцев об ужасах трудового подвига в тылу и современной реконструкции тех событий. Как советская власть морила людей голодом, а оборонительный рубеж в итоге оказался не нужен. Как всегда, начинаем с пандемии. На неделе показатели ежедневной заболеваемости опустились ниже 160. Но поводов для оптимизма нет. Каждые сутки оперштаб отчитывается о 5-6 только официально зарегистрированных смертях от COVID-19. Существенных изменений нет, расслабляться нельзя. Небольшой спад заболеваемости – это результат ограничений, введенных в Мордовию еще в октябре. В первую очередь речь идет о системе QR-кодов. Непривитым можно только в аптеки и продуктовые магазины. Еще одно следствие ограничений и вакцинирования – удалось снизить госпитализацию. Об этом говорит министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин. Уменьшение количества разводного коечного фонда на 1290 коек. Это уменьшение количества пациентов на амбулаторном этапе. Это снижение количества небольничных пневмоний, поступающих. Это уменьшение количества детей на амбулаторном и стационарном этапе. Это уменьшение количества тяжелых больных и больных в реанимации. Вот это прямой эффект тех где-то не популярных методов, ограничительных, которые мы сегодняшним пришли. Поэтому любое послабление сейчас в Мордовии невозможно, пока это просто опасно. Однако на некоторые смягчения решились власти двух соседних регионов – Ульяновской и Нижегородской областей. На родине Ленина в торговые центры без QR-кода теперь можно попасть в будни с 8 утра до 3 часов дня. Также от прививочного статуса больше не зависит заселение в ульяновские гостиницы. Общепиту там разрешили, стопроцентную заполняемость залов, но это уже только для имеющих иммунитет посетителей. Также в Ульяновске можно пригласить гостей с QR-кодами в ЗАГС на свадьбу, а для школьников вновь открылись музеи, в том числе и Ленинский мемориал. В Нижегородской области рестораторы и ательеры могут сами выбрать – работать с QR-кодами или без них. От этого зависит строгость ограничений. Привитым, конечно, разрешено намного больше. Например, гулять на корпоративе, да хоть до утра. За введение QR-кодов отрасль очень сильно потеряла. И, конечно, выручки упали 5-7 раз. И мы все эти, в принципе, недели занимались тем, что предлагали властям пойти на компромисс какой-то, либо отменить QR-коды, либо, если QR-коды с нами остаются, то сделать внутри помещение, где все с QR-кодами, уже отменить какие-то ограничения, действующие внутри. И, по сути, нас услышали и сделали в полном объеме. И сейчас заведения могут выбирать работать либо с QR-кодами, либо без QR-кодов. Я думаю, что все будут отменять. Во-первых, это связано с тем, что зачастую негативные эмоции мы получаем во время заезда наших гостей. Много гостей с ПЦР-тестом, потому что это корпоративные заказчики, которые к нам ездят на неделю. Они в силу того, что ездят по разным регионам, они делают ПЦР-тесты. И их также мы не могли селить. Поэтому вся эта категория людей, она сейчас будет спокойно заезжать в гостиницы Нижегородской области, что будет делать нам дополнительную выручку. Соответственно, мы рады это. Мордовский ресторанный бизнес тоже обращался к властям с просьбами о послаблениях. Это логично на фоне надвигающегося сезона корпоративов, сообщает пресс-служба главы Мордовии. У нас пока таких решений не приняты. И, кстати, напомню, что в регионе запрещены массовые гуляния в ресторанах. Любой подпольный корпоратив может обернуться большими проблемами для принимающей стороны. Поэтому владельцы заведения общепита пытаются как-то договориться. Ответ оперштаба ожидается на следующей неделе. Тем временем в Европе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом COVID-19. Речь идет о так называемой омикрон-версии коронавируса. Впервые ее обнаружили в Южной Африке. Об этой мутации известно пока немного, но она в разы заразнее предыдущих. Достижение коллективного иммунитета за счет вакцинации остается главной целью. Без этого из пандемии выйти просто невозможно. Борьба с антиваксерами выходит на новый уровень. На неделе стало известно о Телеграм-канале, который призывает освобождать от мракобесия социальные сети. Пользователи оставляют жалобы на посты и аккаунты самых лютых противников современной науки. Судя по всему, метод действительно эффективный. Крупные соцсети уже пессимизируют такие аккаунты и предупреждают пользователей о ложной информации, которую публикуют противники прививок. С этим на самом деле пора что-то решать. Свобода слова – это не свобода опасного для жизни вранья. Признаюсь, с каждым выпуском мне все сложнее подбирать приличные слова и выражения для антиваксеров. И вот как с этим справляется моя коллега Светлана Лашина, когда к эфиру очередной выпуск программы «Правда и мифы о вакцинации» я вообще не представляю. Тем не менее смотрите наш проект по вторникам и четвергам в 18.00 на 10 канале. Там только проверены информации и комментарии надежных экспертов. На неделе разгорелся скандал в Республиканской Федерации дзюдо. Главный тренер сборной Мордовии по этому виду спорта подрался в одном из саранских ресторанов. Пострадавшие опубликовали видео в социальных сетях, как все было по версии потерпевших. За соседним столиком сидели один из лучших дзюдоистов Мордовии, Сергей Бадриашвили, и его друг, боксер Сергей Мигунов. Очевидцы рассказывают, в какой-то момент явно нетрезвые спортсмены захотели увезти с собой замужнюю женщину. Супруг вступился и получил несколько техничных ударов в голову. Сотрясение головного мозга диагностировано не только у мужчины, но и у его жены. Оба сейчас лечатся. Бадриашвили не первый раз попадает в сутки происшествий. За горячий темперамент его уже привлекали к административной, правда, ответственности. В настоящее время участковому полномоченным полиции отдела полиции номер 3 ОМВД России по городу Саранск по данному факту проводится проверка. С целью установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших, назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение. Мы как бы никого не испугались. Мы показали свою мордовскую борьбу. Получили результат. Серго Бадриашвили родом из Грузии. На соревнованиях титловный спортсмен много лет представлял Мордовию. В 2010-м был назначен главным тренером региональной сборной под дзюдо. Сейчас его коллеги надеются, что спортсмен задумается над своим поведением. Федерация дзюдо-мордовия ситуацию пока никак не комментирует. Нам удалось связаться с заслуженным тренером России под дзюдо Сергеем Паршиным. И вот как он отреагировал на новость о скандале с Бадриашвили. Я скажу, что нас это не красит. Ни федерацию в целом, ни вид спорта, когда такое происходит. Народ немножко возмущен. Мягко говоря, не только возмущен, а очень. Возмущен и каким моментом. Ну то, что это старший тренер, старший тренер должен как бы пример показывать. А он типа кулаками машет. И вплоть до того, у нас все соревнования, мероприятия проходят в Олимпе. А он как раз там тренирует. И вплоть до того, что родители предлагали, может быть, тогда не ездить вообще в Олимп. Я говорю, подождите, идет ведь суд. Говорю, вы не судьи. Конечно, факт работает против Бадриашвили с Мягуном, что они были пьяны. И, конечно же, то, что они спортсмены маш с кулаками, это тоже, естественно, против них. Потому что явно те были не спортсмены. Вот. Ну, нас это не красит. Эта история перекликается с дискуссией о том, стоит ли запретить нам, журналистам, упоминать происхождение преступников в таких случаях. Думаю, в этом деле главное не то, где родился тренер, а почему вообще профессиональный дзюдоист решил, что ему можно бить людей в ресторане. Дело не в нацпринадвежности, дело в человеке. Вспомните громкую историю футболистов с фамилиями Кокорин и Мамаев. Получит ли такое же продолжение история Бадриашвили? Это зависит не от фамилии, а от честности правоохранителей. А что до нас вопросов в средствах массовой информации? Тут журналистское сообщество вполне успешно саморегулируется. Хотя, как говорят, есть многое на свете друг Горацию, что запретят в Российской Федерации. Поживем, увидим. Жители шести сел в Лямбельском районе уже два месяца не получают ни писем, ни посылок, ни газет, коммунальные платежки, которые раньше приносили домой. Теперь, в лучшем случае, раз в неделю можно откопать в большой общей куче, когда открывают отделение связи в поселке Коммунар. Все из-за того, что последняя почтальон уволилась, а вот других, желающих работать за 12 тысяч рублей в месяц, не нашлось. И эти деньги Почта России готова платить за ежедневные пешие походы по шести селам. Это порядка одной тысячи адресатов. Людмила Кусерова нашла сбежавшую почтальона и спросила, а почему она столько лет терпела нищинскую оплату тяжелого труда? Толпа пенсионеров в почтовом отделении Коммунара. Какая тут социальная дистанция, если привезли коммунальные платежки? Каждому свою нужно извлечь из общей массы и побыстрее, чтобы не потерялось. Может, кто и потерял, вон они все валяются. Они лежат, а кто там, кто им? Тут в пёс на четыре лежат. А, со всей мордомики там все лежат. Брось и все, бери, как хочешь, разбирайся. У кого зрение хорошее, у кого плохое, кто не может. И они вот тут валяются кучи. Раньше этим занимался сельский почтальон. Он же разносил по домам квитанции, пенсии, письма и газеты. Два месяца назад уволился. Из-за маленькой зарплаты с тех пор в селе начались проблемы. Мне нужно было получить посылку. Я ее ждала более месяца. И была вынуждена поехать в Лямберь. И получить ее на центральной почте в Лямбере. Вот-вот-вот у вас будет скоро человек, который будет заниматься этим вопросом. Так никого и нет. У нас Еремеев, Саловка, Смолькова и все. И Михаловка. И Михаловка. Коммунар вон какой поселок только. У нас нету. Почта, приди. Ни газеты, ни бумажки, ничего. Наталья Алтушкина, тот самый уволившийся почтальон, теперь работает бухгалтером в агрофирме. Ее кабинет в том же здании, что и почтовое отделение. Толпу пенсионеров возле двери видит в окно. Переживает за них, но помочь уже ничем не может. Работу на сельской почте Наталья Алтушкина любила и долгие годы отдувалась одна за троих. За начальника отделения связи, за оператора и за почтальона. Обслуживала шесть сел, около тысячи адресатов. Самые дальние в шести километрах от коммунара. Все-таки, наверное, зависит еще от зарплаты, потому что везде все сводят к тому, что очень маленькая зарплата. Ну сколько у вас была зарплата, если не секрет? Минимальная. Ну сколько в рублях? 14-700 ократ. Ну и, естественно, все оттуда это вычеты. На руки вы сколько получали? Не буду говорить. Восемь лет назад ту же территорию обслуживали три специалиста. Они ушли на пенсию, Наталья осталась в одиночестве, помогать ей вызвался отец-пенсионер. Устроился почтальоном и на своей машине разводил корреспонденцию по адресатам. Такой альтруизм нравился работодателю. Впрочем, вряд ли руководство почты России теперь понимает, что обойти шесть сел пешком нереально. Носить толстые сумки с пенсиями на ремне по лесопосадкам опасно. Но кого же волнует чужая материальная ответственность? Несколько месяцев назад отец Натальи тоже решил уйти. По состоянию здоровья сейчас ему почти 70 лет. Вслед за ним покинула любимую работу и Наталья Алтушкина. Если бы у почтальона, который мне помогал, у него машины не было, это нереально. Три километра Саловка, туда-обратно выходит почти шесть километров, если все село обойти. Приволье около двух километров и Михаловка также где-то километра два. Маленькая зарплата плюс материальная ответственность и огромная нагрузка для регионального отделения почты России – обычная история. В Саранске в такую же ситуацию попало девятое почтовое отделение Нахимаша. Сотрудникам увеличили количество адресатов, как общественную нагрузку добавили новостройки в юбилейном район новый, проблемы старые. Когда я поступила 15 лет на почту работать, у меня на участке было 11 домов. Сейчас у меня еще 14 новостроек, это тоже уже давно, но 14 новостроек. И получается, что у меня 25 домов на обслуживание, зону обслуживания. А зарплата у нас остается на прежнем уровне. 25 домов на участке, три улицы частного сектора, улицы большие, Датец, Краснофлотская, Севастопольская улица, Датец. Я хожу пешком, а потому что с деньгами, как на общественном транспорте поедешь. В марте 2021 года почтальоны сами обратились на телевидение, чтобы рассказать о своей проблеме. Они считали, что это единственный способ докричаться до работодателя. Но руководство регионального отделения Почты России ничего плохого в таком положении дел не видела и не видит. Может, потому что начальники сами никогда не ходили с толстой сумкой на ремне. Чтобы получить премию, сам работник должен работать хорошо, и отделение связи, в котором он работает, тоже должно выполнять финансовые показатели. И плюс почтальон еще может заработать за счет оказания услуг населению. Нагрузка, она на них есть, но она соответствует требованиям, которые существуют в городе, потому что у нас есть и другие отделения большие, и там тоже такая же большая нагрузка. Получается, что премиальная система на Почте России такая же, как, например, в сетевых магазинах. Если филиал приносит доход, то продавцы получают финансовые бонусы. Коммерческие структуры привлекают клиентов с помощью маркетинговых компаний и акций. Это бизнес, смысл которого – заработать деньги и привлечь клиента. У Почты России другое назначение. Это структура государственная, к тому же социально направленная. Клиенты приходят в отделение не для того, чтобы тратить большие деньги, да и количество желающих отправить письмо в каком-то конкретном отделении невелико. Люди выбирают, что поближе. В конце концов, повлиять на число ежедневных посетителей почтальона не в силах. Им некогда, нужно пенсию разносить. Поэтому интересы Почты России и соискателей не совпадают. Люди не готовы за 12 тысяч рублей становиться специалистом настолько широкого профиля, что профиль может треснуть от количества обязанностей. В ситуации с Коммунаром так и получилось. Работавшая за троих Наталья Алтушкина просто выдохлась. Но Почта России не унывает. Мы приносим извинения клиентам совхоза Коммунар за доставленные им неудобства. К сожалению, в настоящее время в этом отделении связи у нас открыты вакансии начальника, оператора и почтальона. Временно почтовые услуги жителям совхоза Коммунара оказывают работники Лемберского почтамта. Они своевременно доставляют пенсии, социальные выплаты и заказные письма. Периодическую печать и простую письменную корреспонденцию мы доставляем туда раз в неделю. Ну а вот получить посылки или внести необходимые платежи жители совхоза Коммунар могут сейчас пока только в селе Лембер. Лежат посылки на эти все письма, что есть за два месяца и газеты. Никому ни одну газетку за два месяца не принесли. Хотя люди больше тысячи заплатили за газеты. Показания людей Почты России снова не сходятся. Председатель Саловского сельского поселения говорит, что поработать новым почтальоном несколько жителей села уже отказались. Это, к слову, о кадровой политике Почты России. Наверное, и сами понимают, что на предложенные ими условия квалифицированные кадры просто не пойдут. Приходится набирать всех желающих. А потом появляются уголовные дела об украденных пенсиях. Потому что всем надо на что-то жить. Нам люди идут, но все-таки они идут. У нас МФЦ работает. Мы всем абсолютно предлагаем, кто уволился, кто молодые еще пенсионерки, женщины. Киселева Елена Викторовна предложили. Она у нас тоже очень на хорошем счету. Она сказала, что подумаю я почтальоном. Но зарплата маленькая, сами понимаете. Очевидно, что руководство Почты России не решает проблему, а пытается замаскировать ее последствия. Получается плохо. Но пока новостей о том, что приняты радикальные меры, хотя бы по повышению зарплаты сотрудникам, не слышно. Людмила Кусерова, Павел Толобаев, программа «В центре внимания». Похоже, что карма, о которой говорили обманутые строители Мордовия-Арены, на самом деле существует. Руководитель промышленно-строительного объединения, владелец земель, заводов и вертолетов Равиль Зиганшин вот-вот потеряет все, что нажито за последние годы. Строительного магната из Татарстана обложили судебными исками на 5 миллиардов рублей. История взлета и падения в репортаже Юлии Пурновой. История взаимоотношений Мордовии и Равиля Зиганшина началась сразу после того, как стало понятно. Играм чемпионата мира по футболу в Саранске быть. Да и кому еще доверить строительство стадиона, как не компания ПСО «Казань», которая принадлежит господину Зиганшину. В столице Татарстана перед универсиадой она сдала стадион. И казалось, что этим строителям можно доверять. В 2016-м стройка замедлилась настолько, что господина Зиганшина пригласили на рандеву прямо на поле недостроенного стадиона. Договориться здесь не получилось. Работы замедлились, потому что заказов у компании оказалось больше, чем она могла построить. Убеждать господина Зиганшина возобновить стройку в Саранске пришлось в кабинете президента Татарстана Рустама Миниханова. В нашем архиве сохранились кадры той встречи. Вот Зиганшин садится за стол переговоров. И на этом открытая для журналистов часть встречи заканчивается. Неизвестно, о чем говорили, но работы в Саранске возобновили. Даже наняли новых рабочих, большинство из которых были из Мордовии. Это их потом обманут зарплатой. Господин Зиганшин, я бы много чего сказал недоброго. Фактически проблемы, связанные с задержкой оплаты работ по строительству стадиона в Саранске у ПСО «Казань» начались в 2018 году. Дело в том, что заказчика, то есть госкомиссию, не устроила качество работ. От ПСО «Казань» требовали устранить недоделки. В то же время Управление Федеральной налоговой службы Татарстана выдвигает дополнительное требование признать главную компанию Равиля Зиганшина банкротом, так как долгов по налогам там накопилось без малого 2 миллиарда рублей. Мы не отрицаем, что у нас имеется задолженность перед налоговой инспекцией, которая образовалась в связи с задержками выплат за строительство стадионов. Наша компания никогда не отказывалась от своих обязательств перед налоговиками, предоставив доказательства того, что все долги будут погашены. Федеральная налоговая служба России и руководство нашей компании договорились о заключении мирового соглашения до введения процедуры наблюдения. Тогда долг реструктуризировали, а налоговая служба отказалась от судебных претензий к господину Зиганшину. Часть недоделок с горем пополам устранили, а про остальные просто забыли. В 2020-м Татдорстрой, одна из составных частей ПСО «Казань», выставила на торги свои недостроенные объекты в Саранске. Два незаконченных жилых дома неподалеку от стадиона. Но и там было огромное количество проблем, с которыми потенциальные покупатели не хотели связываться. Больше всего вопросов вызывал неизвестный утеплитель и странный крепеж. По крепежу навесных панелей дома использовалась не та конструкция. По ходу строительства менялось проектное решение, а согласование не предоставили. В мае 2018-го ПСО «Казань» становится генеральным подрядчиком второй очереди космодрома «Восточный». Но контракт тогда подписали с восьмого раза. После этого у непотопляемой компании Равиля Зиганшина начались настоящие трудности. Были сорваны сроки строительства космодрома. Потом микрорайонов «Казани», провалено строительство зоопарка, недоделки на объектах и долги перед простыми рабочими и банками. Претензии начали буквально сыпаться. Прямо сейчас кредиторы требуют от Зиганшина либо 5 миллиардов рублей, либо равноценное имущество. И вот что они уже присмотрели. Земельный участок на берегу Волги – 440 тысяч квадратных метров. Вертолет, как у президента, БЛ-429. Завод «Кварт». Строительная техника. Имущество компании «ПСО «Казань»» и «Тадорстрой». От прежнего хозяина кредиторам уже перешли горно-лыжный курорт «Свияжские холмы» и гольф-клуб. Юлия Парунова, Павел Талабаев. Программа «В центре внимания». На неделе в Мордовии установлены новые погодные рекорды. Во вторник воздух прогрелся до плюс 8 градусов Цельсия. Такой показатель в последний день осени зафиксирован впервые с 1924 года. Тогда в республике начались метеонаблюдения. В понедельник на Саранск вылилась половина нормы осадков всего ноября – 10 миллиметров. Это тоже максимальное значение за всю известную климатическую историю. И пока столица страдала от прыжков погоды из осени в зиму и обратно, над Темниковым пронесся разрушительный ураган. Ветер повалил десятки деревьев в местном парке. Их бы убрать, но нет. Пострадавшие деревья – собственность республики. Муниципалитет их без специальной бумажки трогать не имеет права. Этот участок в размере 12 гитаров находится в госсобственности. И не так-то просто на этом лесном участке производить работы. В Большебеденковском районе снова вспоминали историю сурского рубежа. Оборонительную линию, которая растянулась в глубоком тылу, начали строить осенью 41-го. Гитлеровские войска тогда уже стояли под Москвой. К счастью, сурский рубеж так и не пригодился. Боев на территории Мордовии не было. На строительство оборонительной линии только в нашей республике мобилизовали десятки тысяч человек. Каждый год подряд те события реконструируют бойцы патриотических организаций. Арина Мелешкина отправилась на сурские берега и нашла живых свидетелей тех далеких событий. Считается, что патриотизм – это про немолодых. А вот Павел Рознов к своим 22 годам уже успел поучаствовать в создании музея сурского рубежа в Большеберезенковском районе. И в шестой раз участвует в реконструкции. Ради этого даже где-то достал лейтенантскую форму образца 1939 года. Рвение к реконструкции – это мое личное мнение на то, что я хочу этим самым подать пример нынешней молодежи. То, что нужно немного быть правильным по отношению к себе, по отношению к людям. Наше время не просто проехать 60 километров субботним утром, чтобы измазаться в грязи и постоять на морозе. Температура чуть ниже нуля не щадит никого, помогает лишь теплые вещи и термос чая. Действия с лопатой на протяжении пары минут уже кажется испытанием. А теперь представьте, 1941 год. На улице 40-градусный мороз. В районе 80 километров женщины, дети и старики роют землю, не щадя своего здоровья и не думая о себе. Они делают это для родины, чтобы их сыновья и мужья смогли вернуться домой. Для Екатерины Клементьевны эти исторические факты – часть собственной биографии. Строителям и оборонительного сурского рубежа она стала в 17 лет. После того, как отец ушел на фронт, мать осталась дома с четырьмя дочками. Екатерина Савинова, старшая из них, отправилась на трудовой фронт вместо мамы, оставив ее сестрами. Дали путевку нам из сельсовета, собрали нас и отправили в Сурск. В Сурск мы приехали туда, ехали два дня туда, на лошади, привезли нас туда. Народ был очень много. И действительно, в Мордовском государственном архиве хранится постановление от 23 ноября 1941 года, в котором указано, что на строительстве сурского рубежа только в Мордовии потребовалось 67 тысяч человек из 22 районов республики. В Мордовской АССР тогда было 30 районов. Дальние брать не стали. Больше всего было мобилизовано из Польши-Березняковского района. Это 5100 человек. Затем из Рамадановского района 4700 человек. Но из более удаленных районов, например, Еликовского, Краснослободского, там по тысяче, по полторы тысячи человек. Также в постановлении указывалось, что люди мобилизуются не менее чем на 30 дней. По воспоминаниям Екатерины Клементьевны, в Сурске они пробыли несколько месяцев. Привезли их туда после Нового года, а закончились работы только в марте. Копали землю в тяжелейших условиях. Зима 1941-го – одна из самых холодных в 20 веке. Температура воздуха опускалась почти до 50 градусов ниже нуля. Немецкие войска не оказались именно в таких жестких условиях. То есть, когда температура, именно самые значения в декабре месяце достигали значения минус 45. А особенно вот Сурский рубеж, это уже больше Березняковский район, то есть восточная часть территории республики, здесь она доходила до минус 47 градусов. Промерзлая земля, переночевали мы. Потом приходим поутру, она снова замерзла, опять снова ее рубят, опять рубим ее, опять откидываем. Вот так все продолжали работать. До тех пор, как пришло время, стало потеплее, морозы очень были сильные. От холода люди умирали прямо в траншеях, там же их и хоронили. Беда не приходит одна, многих погубил массовый голод. Изможденных строителей Сурского рубежа кормили лишь раз в день. Обед более чем скромный. Капуста и ломоть хлеба. Спасали лишь сухари, их многие брали с собой. Бывало и такое, что по нескольку дней оставались без своей порции. Поспать бы лишние пару часов, а не тащиться в столовую и ждать в чудовищной очереди. Два мужчин было, остальные женщины подряд, подряд были настановлены. И эти мужчины рубили эту землю. А у нас были лопаты, Сапкова лопата и такая лопата. Откидывали эту землю в Суру. 2 февраля 1942 года вышло постановление Совета народных комиссаров о премировании работников, которые были заняты на спецстроительстве. И вот там также представлены списки по районам. И вот всего в этом списке значится 396 человек, которые были награждены премиями в размере от 100 до 150 рублей. Конечно, война на этом не закончилась. Екатерина Клементьевна за время Великой Отечественной успела побыть лесорубом и поработать на тракторе. С войны отец ее вернулся без руки. Позже Екатерина вышла замуж. Из 67 тысяч мордовских строителей сурского оборонительного рубежа только 20 дожили до наших дней. Страшно, что об этом подвиге в ТЭЛУ сегодня знают и помнят не все. Из истории, что ты знаешь про сурский рубеж? Не припомню. Но интересно тут. Очень интересно, да. С 2016-го эта историческая реконструкция стала ежегодной. Добрая традиция о недобром и даже страшном времени, цель которой – сберечь те события в исторической памяти народа. В Большебрезняковском районе, где проходил сурский рубеж, собираются поисковые отряды Мордовии и соседних регионов. Моей маме было где-то с 25-го года. Вот как раз она подходила работать здесь. Работали они, конечно, и после их перебросили в Горький. Вот, были и там. И всю жизнь она вспоминала вот эту работу. Какая была тяжелая, трудная работа. Но, тем не менее, сурский рубеж, он не был использован к нашей великой радости. А кто-то на реконструкции побывал впервые, зато сразу всей семьей. Иван Первушкин привез с собой жену, дочку и внука. Говорит, приехали из Петровки в Николаевку, чтобы почтить память своих дедов и матерей. Мария Первушкина, мать Ивана Ивановича, 80 лет назад также совершала здесь свой трудовой подвиг. А соседка у нас вообще была, блокадница, попала под Ленинград. Да, говорит, моряка хватало ей там. А моряка – это мор. Говорит. Оборонительные сооружения, на строительство которых советская власть гнала тысячи женщин и детей, так и не пригодились. Фашистам не дали дойти до Среднего Поволжья. Но подвиг свидетелей тех страшных времен не был напрасным. Это еще одна глава истории большой страны, которую нельзя забывать не ради прошлого, а ради будущего. Арина Мелешкина, Андрей Просвиркин, Игорь Гангаев. Программа «В центре внимания». Такой была уходящая неделя в Мордовии. Увидимся здесь же ровно через семь дней. Живите настоящим и не приключайтесь. Программа «В центре внимания».